Приветствую вас и начать хотелось бы с того, что определить. Вот вы боитесь того, что никогда не выйдете замуж и не станете мамой. Значит, по вашему мнению, замужество, материнство вам что-то даст. Если вы боитесь, что у вас этого не будет, значит вы этого очень сильно хотите. Давайте подумаем, почему вы так сильно этого хотите. Давайте подумаем, что заставляет вас так бояться того, что это не случится. Давайте подумаем, что произойдет, если это не случится. Какие негативные последствия лично для вас наступят и кем и чем они будут обусловлены. Допустим, замужество не даст вам статус, стабильность и защищенность. Ведь молодой человек у вас уже есть и вы прожили с ним, ну, если брать в среднем, недостаточное количество времени для того, чтобы уже можно было говорить о свадьбе. Год – это для большинства мужчин срок недостаточно большой. Значит, к домуниству мужчина у вас еще не готов. Если вы своего мужчину любите, значит, вы хотите, чтобы он был счастлив. Если вы хотите, чтобы мужчина был счастлив, то вы, наверное, понимаете, что если вы будете подталкивать его со свадьбой, с отцовством, вряд ли это сделает его более счастливым. Тем не менее, вы этого хотите. Раз вы этого хотите, значит, у вас изначально был некий образ отношений. Именно под этот образ отношений вы пытаетесь подстроить своего молодого человека. Если это так, то нужно понять, что вами двигает, как формировался образ идеальных отношений и отознать для себя две вещи. Первая и главная вещь. Первая и главная вещь заключается в том, что отношения, самоуществу, теринство – это не саму цель. Это средство, это форма взаимодействия других людей. Второй важный аспект. Ваш страх продиктован личными желаниями, которые были сформированы не только вами, но и вашими родными, вашими родителями, может быть, обществом и так далее. Задайте себе такой вопрос. Чьи это желания? Кому нужен брак и кому нужно материнство? Допустим, вы хотите выйти замуж именно за своего мужчину, но вы этого не специально. Вы сказали, что вы вообще боитесь не выйти замуж. Допустим, вы вышли замуж за своего молодого человека, но он этого не хотел. Он оказался к этому не готов, и он не доволен тем, что вы взяли его в мужье. Он не доволен тем, что вы раньше времени, по его мнению, связали его узами брака. Скажите, вы будете счастливы в таком браке? Думаю, вряд ли. А раз так, то и брак, и материнство выступают объектом совместного решения. Если вы считаете, что вам пора жениться, если вы считаете, что вам пора рожать ребенка, если вы считаете, что вы за своим молодым человеком уже к этому готовы, то нужно подготавливать к этому его. Старайтесь у него, какие условия нужны для того, чтобы он взял вас в служебный, и чтобы вы завели ребенка. И вместе стараться идти к этим условиям, чтобы вашему молодому человеку было так же комфортно, как и вам. Пока что в данный момент можно и нужно говорить о том, что вы как бы преследуете свои некоторые желания. Вы преследуете те формы социальных, может быть, целей, которые вам, скорее всего, навязаны. Почему я говорю навязаны? Потому что если бы цели навязаны не были, воевал, то тогда вы бы эти цели связывали непосредственно со своим молодым человеком. Но вы этого не делаете. Вы не связали цель со своим молодым человеком. Вы его как бы воспринимаете в данном контексте как средство. Еще раз повторю. Может быть, вы не так выразились, неправильно выразились. Но исходя из вашего контекста, вот вы пишите, вы любите друг друга, но у меня постоянно возникает страх, что я никогда не выйду замуж и не буду мамой. То есть, привязки к молодому человеку у вас здесь нет. И если это так, то тогда, я думаю, можно и нужно говорить о том, что у вас есть внутренний конфликт, конфликт интересов, конфликт желаний своих и каких-то еще, или может быть конфликт ваших желаний, только ваших. Вот в этом кубке и нужно разбираться. Если это вопрос социальный, то есть это ваше стремление к тому, чтобы быть социально равным другим людям, нужно работать в этом направлении. То есть нужно четко определить вашу социальную роль, социальную позицию и, может быть, немножечко раскрыть заклоны социальной жизни. Что вообще они из себя представляют и как устроено обществу. В общих чертах, в общих чертах. Если это лично, то есть связанное с родными, с формированием у них целей и последующей передачей их вам, то, соответственно, разбирать ценности ваших родных и вас самой. Наконец, если это ваши индивидуальные желания, индивидуальные мотивы и индивидуальные стремления, то с ними нужно работать так же. Потому что они из чего-то появились. Они как-то формировались. И формировались они у вас явно неправильно. Потому что вы одно связываетесь с тем, что в принципе не может быть связано с другим. То есть, формально люди могут выйти в брак, вступить в брак, прошу прощения, и в 30 лет, и в 35, и в 40 лет. То есть, в принципе, в этом случае, в этом контексте у вас еще очень много времени. Но вы все равно чего-то боитесь. И этот страх чем-то обусловлен. Если говорить о страхе в общем, то можно сказать, что страх – это всегда неизвестность. Это всегда мистические, магические представления о том, чего человек боится. Непонимание причин страха, неознание этих причин, неумение работать с ними, неумение адаптироваться к нему, по сути дела, и вызывает такую у вас засыпленность. И напоследок, небольшой пример, который мне бы хотелось привести на тему страха, он касается вот чего. Сидит человек дома у себя, у камина за окном, и видит, как на улице появляется чудовище, монстр. И человек начинает бояться, у него начинается паника, и, соответственно, человек испытывает сильнейшее желание куда-то бежать, что-то делать и так далее. И тут нужно задать себе вопрос. Где находится монстр? За окном. Он находится непосредственно с вами? Нет. Он может причинить вам вред? Нет. Вы находитесь в непосредственной близости от монстра? Нет. Вы сейчас в безопасности? Да. И вы почувствуете, как ментально успокаивать. Страх всегда уступает разуму, страх всегда уступает силе мысли, и поэтому страх нужно перевести в разряд как раз-таки мыслительных процессов, дабы понять, что же он, собственно, из себя представляет. Если вы, допустим, говоря в контексте нашего примера с вами, боитесь монстра потому, что вы понимаете, что защитить себя не можете, то есть вам нечем себя защищать, то, естественно, вам нужно как-то умение защищаться повышать. Для этого нужно проходить соответствующую подготовку и так далее. То есть, как только вы поймете, чего именно вы опасаетесь и почему, вы сможете адаптироваться к этому, вы сможете ориентироваться на этот фактор. Но пока этот фактор вам не осознается, и именно потому, что он не осознается, вы его и боитесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!